Девушки отдыхают Сегодня у нас есть проблема, которая существует, как мы называем, с детьми ясельного возраста от полутора до трех лет, которую мы поэтапно решаем. Ласковое слово и улитке приятно. Барнаулец знает, как завоевать дружбу необычных домашних питомцев. Вот пытаемся пересадить улитку у меня на руку, но не очень получается. Это потому, что вот она определяет своих от чужих. Добрый вечер в студии Елена Кузовкина. Жаркие зимние твои. До начала главного спортивного события планеты остались считанные минуты. Миллионы людей будут наблюдать открытие Олимпиады по телевизору. В меньшинстве те счастливчики, кто уже сейчас собирается на стадионе Фишт в Сочи. Кому-то пришлось потратить немалую сумму, чтобы туда попасть. Кто-то не отдал ни копейки. Что дороже, билеты на соревнования или воспоминания? Ответ на вопрос в репортаже Татьяны Гладковой. Мне, знаете, нужно уточнить. Помните, вы мне говорили, что я когда на Олимпиаду поеду, мне надо непременно взять автограф у биатлониста. Как его звали? Его зовут Мартен Фуркат. Биатлониста из французской сборной Ирина Баенкова увидит в субботу во время спринтерской гонки. И обязательно попытается взять автограф. Попросили. Как только все узнали, что она летит на Олимпиаду, начали делать заказы, что привезти, на сувенирах себе и друзьям экономить не будет. И так сэкономила. Путевка в Сочи на три дня досталась ей за победу в конкурсе. Говорит, даже и не думала, что смотреть церемонию открытия игр будет не по телевизору. Проживание, перелет, это все довольно дорого, плюс билеты довольно дорогие на мероприятия. И сложно простому человеку все-таки это все потянуть. То, что это будет самое грандиозное событие в жизни, Ира не сомневается. Ей только предстоит это все увидеть. А Владимир Альт помнит каждую минуту, которую провел на Олимпиаде 80-го года в Москве. У него до сих пор хранится путевка, проездное на метро, билеты на соревнования и воспоминания. Забитые трибуны, командный дух радовались победам даже иностранных спортсменов. Владимир Александрович вспоминает, был особенно драматический момент в забеге на 110 метров, когда двое атлетов практически одновременно пришли к финалу. Журналисты решили, ваше братье, что выиграл Мункельт. Его фотографируют там, он позирует уже и так далее. А Касаньяс горем убитый на дорожке лежит. И тут показывает медленный повтор. И нога Касаньяса первую пересекает линию. Все бросают Мункельта, трясут кубинца. Кубинцы, отзывы прессы, гром аплодисментов. Убитый горем Мункельт лежит. И потом еще раз показывает финиш, ничего не ясно. И объявляет победитель ноль в одну сотую разницу. Победил Мункельт. И все бросают бедного Касаньяса. Он еще в страшном горе. Увидеть то, что никогда не покажут по телевизору. Это дорогого стоит. Причем буквально. Владимир Альт в далеком 80-м получал 160 рублей в месяц. Поездка на Олимпиаду в Москву обошлась ровно в одну зарплату. Зарплату увез и без копейки назад вернулся. Главное было впечатление. Интересно же звезд спорта увидеть. Олимпиада в Сочи точно не обойдется в одну получку. Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2013 года составила 19 тысяч. Стоимость перелета Барнаул-Москва-Сочи и обратно примерно 18. А еще проживание от 4 тысяч рублей в сутки. Это если скромно. Плюс цена за билеты. На открытии Олимпиады она начинается от 6 тысяч. Сейчас в продаже есть только по 30 и 50 тысяч рублей. Места на самые зрелищные соревнования, например, хоккей на льду, стоили от 7 тысяч рублей и доходили до 34. Но даже таких уже нет в наличии. Но если средства и позволяют полететь, то все равно в Сочи нет свободных мест. Мы попытались забронировать номер в отеле. Алло, добрый день. Помогите, пожалуйста. Я хочу забронировать номер в любом отеле в Сочи. С 10 февраля по 16. Нет свободных номеров. А подскажите, пожалуйста, а может быть другие даты посмотрим? Я правильно понимаю, что на время проведения Олимпиады найти свободный номер – это просто невозможно? Правильно понимаю. А что можно сделать? Может быть в очередь встать? Слишком много желающих? Спасибо большое. Будем ждать. На всякий случай нас попросили отравить заявку на электронный ящик. Если в отеле смогут нам помочь, то позвонят. Проще тем, у кого в городе, где проходят игры, есть родственники или знакомые. Но самое дорогое – это дух Олимпиады. Такого за деньги не купишь. Если вы не полетели на Олимпиаду, не надо думать, что вы в пролете. Мы тоже будем болеть за наших, кричать и поддерживать спортсменов. И пусть не на стадионе, а перед телевизором. Радость от побед будет точно такая же. Вперед, Россия! В то время, как в Сочи стартуют зимние Олимпийские игры, в Краевой столице произошло событие, пусть не такого большого масштаба, но по-своему не менее значимое. Сегодня в Ленинском районе торжественно открыли новый детский сад на 260 мест. Рассказывает Илья Кочетков. Когда-то здесь располагался другой детский сад, куда советские родители водили своих беззаботных детей. Но в лихие 90-е он был закрыт, а здание постепенно пришло в негодность. Настолько, что новый садик, получивший номер 265, а также поэтичное название «Страна чудес», пришлось возводить практически с нуля. Благо, новые технологии позволили сделать это в кратчайшие сроки. Наличие места в таком современном детском садике – это огромное подспорье семье, воспитание ребенка. Новое здание надежнее, удобнее прежнего и даже выше – три этажа вместо двух. Да и оснащение, самое современное, соответствует новым, весьма строгим параметрам. Есть грузовой лифт, прекрасный спортзал, да и остальное на уровне. Так что встречали гостей радостно и с песнями. Прихотела калятка! И все выпила! Губернатор, впрочем, посетовал, что ж не предупредили, что будут калятки, ведь детишек положено одаривать. Но садик сам по себе, подарок немалый. Сметная стоимость строительства составила порядка 190 миллионов рублей. Строительство новых детских садов обсуждали и на специальном совещании, которое губернатор провел здесь же. Как отметил Александр Карлин, слишком долгое время область дошкольного образования была, что называется, на втором плане, нужно наверстывать. За последние пять лет создано 8 тысяч новых мест, в том числе более тысячи в минувшем году. Проблема решена у нас на 1 сентября прошедшего года, связанная с обеспечением местами в детских садах детей с 3 до 7 лет. Сегодня у нас есть проблема, которая существует, как мы называем, с детьми ясельного возраста от 1,5 до 3 лет, которую мы поэтапно решаем. Подняли, кстати, и такие важные вопросы, как повышение заработной платы и, конечно, проблему кадров. Задач много, они непростые, но решать их надо, другого пути просто нет. А в «Стране чудес» тем временем идут последние приготовления к приему детей. Полноценную работу садик начнет уже в марте. Илья Кочетков, Николай Шелко, информационный канал «Город». 8 февраля в нашей стране официально считается Днем науки. А сегодня во всех вузах Барнаула прошли праздничные мероприятия, посвященные этой дате. Награждение лучших, конференции, но самое любопытное – выставки научных разработок. Об этом и не только. Ольга Калачева в традиционном обзоре. К примеру, ученые технического университета устроили перед входом в конференц-зал настоящее шоу. Так его назвали студенты. Между тем, ученые-мужи говорят, они просто показали, что такое наука на конкретных примерах. Физики демонстрировали новые возможности своих роботов. А напротив, удивляли ученые-химики. Такое даже китайцы и монголы готовы запечатлеть на камеру. Вот где рождаются будущие ученые. Многие вообще о науке не задумываются, думают, что это что-то такое сложное. И там отдаленное, где-то там сидят в институтах старички и занимаются. А на самом деле наука, она может быть такой вот, то, что можно потрогать руками, посмотреть, самому поучаствовать. А в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю сегодня, возможно, родился будущий руководитель ведомства. В седьмой раз здесь определяли лучшего специалиста клиентской службы края. Три номинации. Профи, мисс очарования, умелые руки. Восемь финалистов. Впервые двое мужчин. Через какие только испытания они не прошли. Тестирование, оценка представленных документов, ну и, конечно, творческий конкурс. Членам жюри пришлось нелегко. К сожалению, главные призы уехали в Навалтайск и в Камень-на-Аби. Барнаульцы, видимо, сильно переволновались. В следующем году, говорят, готовы взять реванш. Клиентская служба – это наше лицо. Как театр начинается с вешалки, так и наше управление любое начинается с клиентской службы. Там у нас работают самые такие ответственные, самые творческие, как мы говорим, и самые профессиональные люди. Потому что в первую очередь человек приходит в клиентскую службу. Сначала забрали льготы, потом вернули. Именно в такой последовательности поступили московские чиновники с сиротами. Напомню, вступивший в силу в прошлом году закон об образовании официально отменил для них льготы при поступлении в университеты. А совсем недавно президент страны Владимир Путин подписал закон, согласно которому при условии успешной сдачи экзаменов дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вновь имеют право на поступление вне конкурса. Ольга Калачева, Алексей Фризин, информационный канал, Город. 20 семей остаются без света в краевой столице 4 дня. Причина – пожар, который буквально расплавил все коммуникации в подъезде. Ситуацию осложняет и размолвка между собственниками квартиры и управляющей компанией. Почему консенсус не найден и будет ли свет, расскажет наш корреспондент Алексей Янкин. ДЭС-2 Ленинского района по одну сторону баррикад, жильцы обесточенного подъезда по другую. Конфликт разгорелся уже после пожара. Вечером 3 февраля предположительно из-за неисправности проводки выгорел второй подъезд пятиэтажки. Огонь проник и в квартиры жильцов. Жители подъезда, по их словам, оставались без света всю неделю, пока шли ремонтные работы. Энергетики монтировали новые электрощиты, счетчики, тянули провода. Однако работа управляющей компании не принесла жильцам радости. Они нас убеждали, что вот этот провод, который они нам поставили, он сечением 6 мм по смете. Это указано в смете. Мы поехали в магазин, купили провод этот весь, ну такой же, как они. Оказалось, что это сечение 4 мм. То есть у нас, в принципе, из-за этого произошло возгорание. И нам ставят сейчас то же самое. У энергетиков ДЭС-2 Ленинского района своя. Правда, говорят, все делается согласно букве закона. В данный момент заложен провод на подъезд 16 квадрат и на квартиру по 4 квадрата. Стоит защитная аппаратура на 16 ампер. В принципе, все соответствует ГОСТу. Больше здесь провода и защитную аппаратуру я не могу установить. Тогда я сожгу весь дом. По поводу того, что в смете фигурирует провод шестерка, а не четверка, представитель управляющей компании пояснил, противоречий нет. Просто в смете значится провод до 6 квадратных миллиметров. Протокол собрания нам они дали тоже ложный. Что якобы проводилось собрание, что мы согласны на их невыполненные работы. И согласны, чтобы расчет произошел со счета общего дома. В собрание идет моя супруга, написано, наш сосед Шапкин. Но такого собрания не было проведено. Бумаги мы это первый раз видим. Никто бы нам об этом не говорил. В сложившейся ситуации, похоже, не обойтись без вмешательства органов, контролирующих сферу ЖКХ. Жильцы подъезда планируют обратиться в Краевую жилищную инспекцию. Если факт нарушения управляющей компании подтвердится, тогда, как нам пояснили в инспекции, ей будет вынесено предписание. А пока жильцы готовы оставаться без света, убежденные в своей правоте. Алексей Янкин, Александр Морозов, информационный канал «Город». Предпринимательское сообщество совместно с городской властью обсуждает возможности открытия предприятий по мусоропереработке. Пока свободных ниш в этой сфере предостаточно. По оценкам специалистов, ресурсы городского полигона ТБО не безграничны. Объем мусора с каждым годом резко увеличивается. Необходимость переработки вторсырья уже сегодня считается вопросом неотложным. Попытки раздельного сбора отходов в Барнауле есть. Устанавливаются контейнеры для пластиковой тары. Но все еще нет организаций, которые вплотную могли бы заняться вторичной переработкой стекла, строительных отходов, отработанных автомобильных шин. Объем, к примеру, последних в городе составляет порядка двух тысяч тонн. «Что резина, что вот эти скребки, это сельское хозяйство, это промышленное предприятие. Ну, спектр широкий для меня. И спектр изделий из резины тоже широкий. Значит, вот сейчас в данный момент мы делаем вот это, можно сказать, на коленке. То есть в гараже. Сделали станки, плоть до нарезания колес, ну и все остальное, вот это вот технология». На встрече обсудили различные возможности по организации предприятий, которые занялись бы вторичной переработкой сырья. Со стороны городских властей прозвучало предложение о грантовой поддержке предпринимателей, которые возьмутся за организацию предприятия по переработке отходов. «Задача администрации и депутатов Барнаугольской городской думы одна – создать условия для бизнеса, чтобы этим выгодно было заниматься. Все остальное вы сделаете сами. Нам надо просто взять вот тот лучший опыт, который есть в мире, посмотреть, как нам создать условия». Каждую субботу. «Добрый вечер. Итоги недели мы сегодня подведем вместе с гостем». Вместе с Татьяной Голубевой итоги недели подводят писатели, спортсмены, врачи, музыканты и предприниматели. «Я думаю, что это только на благо города Барнаугольца». «События политической, социальной. Безобразие просто. Очень неприятно и стыдно». «Культурная и спортивная жизни столицы края глазами тех, кто живет в этом городе». Жителям должно быть удобно. Гость студии в эту субботу – Евгений Кочетков. Сегодня в обзоре событий культуры расскажем о символах 2014 года по мнению жителей нашего края, почему в павильоне современного искусства открытое небо красует и сам демон Врубеля, и как выглядит свет через века. На официальном сайте Алтайского края подвели итоги народного голосования, которое привлекло большое внимание. В опросе только за неделю поучаствовало почти 7 тысяч человек. Что или кто может стать символом года культуры, по мнению жителей? Уже сегодня можем дать ответ. Среди объектов культуры – в лидеров библиотека имени Шишкова, Гмилика и театр драмы. А вот среди выдающихся и заметных людей на первом месте по количеству голосов Василий Шукшин, на втором основатель факультета искусств классического университета Тамара Степанская замыкает просветитель и общественник Василий Штильки. Символы победителей будут представлены на рекламных плакатах. В Гмилика ко дню всех влюбленных объявили розыгрыш билетов на восточную сказку. Тематический бал состоится 15 февраля. Чтобы получить пригласительный на двоих, необходимо ответить правильно на несколько вопросов. Их можно найти на официальном сайте, адрес на ваших экранах и позвонить в музей по телефону 244-771. 11 февраля с 10 до 10.15. Желаем удачи. Еще одна приятная новость. В павильоне современного искусства «Открытое небо», который, по некоторым данным, должны были закрыть, новая выставка. И, как нас здесь заверили, далеко не последняя. Планов предостаточно. Данное пространство по-прежнему место для демонстрации творчества молодых и перспективных. Сегодня здесь учебные работы студентов факультета искусств Госуниверситета. Это тот самый демон Врубеля, а это влюбленный Рене Магрита. Естественно, копия известных картин. Выставка копийных работ. На самом деле это то, что является стартовой процедурой, так скажем, для приобретения профессионального художественного опыта. Потому что копийная техника – это та техника, которая оттачивает, так скажем, перо начинающего художника, мастерство его дает возможность оценивать пространство, оценивать цветовую палитру. В галерее «Универсум» свет через века. Выставка своего рода отчет специалистов иконописной реставрационной мастерской Барнаульской епархии. В декабре 2004 года владыка Максим осветил здание, и с того момента началась творческая деятельность. Сохранение памятников церковного искусства, украшение православных храмов – это лишь несколько направлений важного дела. Организаторы выставки хотели показать, что культурное наследие в хороших, профессиональных руках. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Во Франции их едят. В Америке уничтожают как крупных вредителей. А у нас заводят как домашних животных. Холят и лелеют скользкие, мокрые и дорастают до 25 сантиметров. У барнаульского студента, заводчика гигантских охотин, более 200 улиток. Ответ на вопрос, зачем они нужны, искала Юлия Гадар. Вот мои любимочки. Мои любимые улитки. Они очень любят купаться, особенно когда их в руках держат и купаются. Если маленькую улитку еще можно назвать скользкой козявкой, то крупная воспринимается уже как домашнее животное. Умывающая мордочку охотина собрала сотни тысяч просмотров в интернете. С водой ночная жительница просыпается и сразу прикусывает пальцы хозяина. У нее находится во рту больше тысячи зубов. Когда она ползает по телу, это, кстати, очень хорошие эти косметологи, они увлажняют кожу и омолаживают. Потому что у нее в слизи находится много веществ таких специальных. Она еще соскабливает старую кожу, отщипывает своими зубчиками. Такое ощущение, что щеточка металлическая. Это не больно, приятно, а так щекотно немножко. Год назад Диме подарили двух маленьких гермафродитов с тонкими прозрачными панцирями, сквозь которые было видно биение сердца. Пока земля один раз обернулась вокруг солнца, питомцы успели вырасти до 10 сантиметров в длину и принести потомство в 500 скользких голов. Так что улитки только ползают медленно, а растут с турбоскоростью. О, они все едят. Мы в основном растительную пищу, но самое любимое для них огурцы. Просто они даже если спят, огурец положит, они сразу все просыпаются и кучей на него бегут. Творог едят, да, прям тоже любят творог. Бумагу, бумагу любят очень. Улитки охотины отличаются не только аппетитом, но и сообразительностью. Вот пытаемся пересадить улитку у меня на руку, но не очень получается. Это потому что вот она определяет своих от чужих. И вот на руки только берется, вот в основном к своим, вот которых уже знает. Вот ко мне она сразу, видите, к палецу сразу присосалась. К вам не захотела, а к моему присосалась. Но чтобы обучить гигантскую охотину встречать вас с работы и радостно облизывать, с ней нужно общаться с молодого панциря. Ласковое слово, оно и улитке приятно. Сразу после рекламы прогноз погоды на ближайшие выходные и начало следующей недели от Александра Люцигера, начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А пока о событиях предстоящих выходных, куда сходить, как провести время, расскажет Лариса Куренкова. В течение одного дня произойдет множество, на первый взгляд, бытовых событий, но которые, однако, в корне изменят судьбы героев. Это о лирической комедии «В поисках радости», которую покажут на сцене молодежного театра в субботу. А в воскресенье – бродячая сказка «Гадкий утенок», которая, обещают, будет интересна и взрослым, и детям. Потому как затрагивает тему веры в себя, само ощущение в большом и не всегда приветливом мире. В сказку, которую можно посмотреть и послушать, приглашает также русский камерный оркестр Барнаула. Зрители ждет программа «Серебряный винтик и шерстяная ниточка», где главный герой помогает спасти попавшую в беду подружку и понять, что такое настоящее чувство. Но в театре мускомедии «Первая любовь Дон Жуана» – невероятная трактовка истории, где знаменитый ловелас никого не совращает, наоборот, сломя голову, убегает от влюбленных в него дам. Также на сцене «Черевички» или «Ночь перед Рождеством». Веселый спектакль, где есть место чудесам, святочной красочности, реальности и фантастики. В Барнаульском планетарии мультимедийная программа для детей «Звездные истории гнома-астронома». Лекция посвящена причудливым рисункам ночного неба созвездием. Ребят научат определять направление и стороны света по звездам и солнцу, расскажут о мифах и легендах, связанных с созвездиями. Несмотря на Олимпийские игры на Барнаульской площадке, никто не отменял спортивных мероприятий. На 9 февраля запланирован традиционный массовый праздник «Лыжня Россия». Участники в зависимости от возраста пройдут дистанцию – 10, 5 километров и 2014 метров. Церемония открытия лыжной гонки в 11.45, старт в 12, награждение в 15 часов. Лариса Куренкова, информационный канал «Город». Добрый вечер. В студии Александр Лицыгер с прогнозом погоды на предстоящие выходные и начало следующей недели. Период аномально холодной погоды с пиком 3 февраля, когда абсолютный минимум в крае составил минус 42 градуса, а в Барнауле зафиксировано минус 37, заканчивается. Средняя температура в этот период была на 14 градусов ниже климатической нормы. Алтайский край продолжает оставаться под влиянием мощного сибирского антициклона, который обеспечит на рассматриваемый период спокойную морозную погоду. В Барнауле на выходные немного потеплеет. В субботу переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Ночная температура минус 24-26, днем минус 15-17 градусов. В воскресенье еще немного теплее. При переменной облачности в юго-восточном ветре ночная температура минус 21-23, днем 13-15 градусов. С понедельника станет холоднее, сохранится переменная облачность. При слабом ветре ночная температура минус 24-26, днем минус 15-17. Во вторник переменная облачность. Ночная температура минус 27-29, днем минус 16-18. В среду ночная температура останется на том же уровне, а днем будет чуть холоднее, минус 18-20. И до конца недели характер погоды существенно не изменится, что является обычным явлением для этого времени года. Хороших всем выходных, одевайтесь по погоде и до встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok